Сейчас она не включилась еще. Включать? Да. Поэтому такое положение Ахова в церкви у нас. Хотел маленький пример вставить. В 2005 году впервые наши священники вышли на обелиску, где там мать прощается с сыном на железнодорожном вокзале. Там очень много имен, по-моему, больше 150 тысяч имен погибших в Алтайском крае во время войны. И священники вышли с цветами и возложили к звезде, с которой огонь горит, вечный огонь, так называемый, возложили эти цветы и отпели всех, кто впал в этой войне. Но в этот момент они ни слова не говорили о ГУЛАГе, о двухстах епископах, которых Сталин вместе с Лениным просто закапывали живыми, не говоря уже там дальше, что они вытворяли с ними. Что 350 тысяч священнослужителей и верующих людей было убито только в первые десятилетия. И в 41 году должны были последнего попа показать. Об этом не говорили еще в 2005 году. Об этом начали говорить буквально несколько лет назад. То есть церковь, она, как ты правильно сказал, больна трусостью и корыстью. Сначала идет корысть, потому что правительство надо хапануть все, потому что церкви такие возвели, как их обогревать, как их содержать. Это только может или налоги убрать, или что-то там. Но это все есть. Акцизы свина, сигарет, и все это продается. Путин борется с Куревом. А церковь без акцизов продает, без налогов продает сигареты, вино продает и так далее. То есть вот такой небольшой пример просто. Натюрморт. Какая наша церковь? И эти самые же солдаты, которых отпевали, там же всякие были солдаты. Там из-за градотряды были НКВДшников. И их очень много пало в первые дни войны. Потому что готовил Сталин нападение, и там целые войска с шеломом НКВД стояли. Они тоже попали в мясорубку. А это те самые НКВДшники, которые убивали всех верующих. И не просто одного, миллионы убивали. Не побоюсь этого слова. Продолжаем чтение священного писания. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 5 стих. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Толкование. Наконец он сравнивает себя с приверженцами Петра, желая показать этим, что если они знают больше его, то и больше высших апостолов, доводя до нелепых выводов. Смотри, какое уничижение. Я думаю, говорит, но ничего не утверждает. Не просто говорит апостолов, но высших, намекая на Петра, Иоанна, Иакова. А говорит это потому, что теперь это было необходимо. Тогда как в другом месте он сказал, я не достоин называться апостолом. Первое к Коринфянам, 15-19. Второе к Коринфянам, 11-6. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы все во всем совершенно известны вам толкованием. Поскольку лжиапостолы гордились тем, что они не были невеждами, то он показывает, что не избегает такого невежества, но и поставляет в нем для себя честь. И не говорит, если я и невежда, то и другие апостолы таковы же. Для того, чтобы не показалось, что он осуждает их, но унижает само дело внешней мудрости, как и в первом послании показал, что оно не только бесполезно, но и вредно для славы Креста. Итак, я невежда в слове, но не в познании. Через это намекает им, что чем более они хвалятся красноречием, тем более лишаются познания Бога и остаются в этом деле невеждами. Не так, как лжиапостолы. На деле то окажутся другое. Но во всем, что мы делаем и говорим, известны вам. Нет в нас какой-либо двойственности или лицемерия, как у тех, которые покрываются только личиной благочестия, а поступают во всем несравненно хуже. Вопросы? Высказываем. То есть вот апостолу Павлу приходится оправдываться, защищаться. И вот приходится волей или не волей вот такие слова писать в своей Пасхе Каринской, пытаясь их вразумить и остановить, чтобы они ушли от истины, к лжиапостолу. И говорит, мы вот открыты, какие мы знаем, мы какие вот слови и в деле мы одинаковые. А вот вы к ним присмотритесь, говорят одно, а на деле то другое. Игнарь Тихонович, есть что добавить? Так оно на практике все это. Мне добавлять не надо, это моя жизнь. Вот они сидят в студии, изгаляются, они не видят, что у них в храмах делается, какие люди. Они ничего не знают. У них закроют торговую точку, там все лопнуло. Ничего, службы никакой не будет. И они надмиваются, выставляют себя, сидят в студии, там, благовест. Просто мерзость одна. Поэтому люди не просто уходят из православия, там, секты все наполняют, а они, мы были безбожники. Назвать это православным, хоть маленько надо знать. Ничего не знают люди, совершенно. И довели достояние этого-то вожди, народа. А как они красуются, выдвигаются, как они хохочут, кривляются перед тобой. Ну да, у меня нет образования, я-то все к себе применяю-то где-то. Но не невежда в слове-то. И когда начинаем где-то говорить, он говорит, а вы против монашества, вам надо изучать его Игнатия Бринчининова. Здорово. А Игнатий Бринчининов говорит, что кончилось монашество, его нет уже. Они его не считали. Я говорю, а я его по порядку и все исследовал. Книга по странице, по страничным. Он говорит, остались одни актеры. Что вы кривляетесь-то? Мимо. 1275 монастырей и едва ли 4 духовных было. А это не где-то когда-то, это в современниках Пушкина. И спрашивать нечего с них. А если попадется какой-то там такой, настоящий верующий, они его задолбят. Представьте, Игнатий Бринчининов по себе пишет, они с товарищем, когда пришли в монастырь, но они не такие. Они службу любили тоже. Там, кажется, не евангельские. Но, однако, заметно было, что ревнуют. И монахи даже ножа не дали картошку чистить. Мы говорим, картошку чистили топором. Я такого не видал еще. Так это еще задолго до советской власти. Еще ни одного коммуниста не было. Это их суть. Они постоянно преследовать кого-то должны. И вот об этом он и Павел говорит. Да, я невежа по сравнению с ним. Они его унижали. Но не в познании слова. Он писание знал, имел откровение, был миссионер. А эти-то никто. Да, вы сейчас про картошку-то сказали топором. А помните, как мы в монастырь-то один приехали, они не сидят, кушают, а мы с дороги-то голодные. Даже и даже и намека. Да как намека-то? Он мимо проходит. И он, я стою с родной сестрой, он знает. Я говорю, хотя побеседовать можно. Нет, тут не надо. Видно, сидят через коридор, обедают и подойти нельзя. Но это не где-то. В Томске было. И мы видели их. Они неверующие. А кто благословил? То есть они не верят в Бога, что я показываю грамоту от митрополита Виталия. Это ничего не значит. Я показываю книгу, я пришел вашему епископу отдать. Ты-то там бурмистров какой-то в храме-то вышел. Он при них, при епархии работают. А кто благословил? Ну смотрите, я говорю, Ефтихи, РПЦЗ, ЕМП, Максим, Дмитриев. Он посмотрел, сказать, так это в 2002 году было. Я говорю, так что оно благословение прописло, или что? В 2002 году. Давность благословения. Да благословение Бог благословляет Израиля до последних дней. Они не верят в это. Они верят только тогда, перед ним, когда в горбатое колесо склоняются. И это все кончится. Я благословляю. А Господь говорит, я проклинаю ваши благословения уже, считай Малахию. И причину показывает. Мы должны о них заботиться, молиться, но не сдавать то, что Бог нам открыл. Живое слово должно звучать. Вот ответ. Благодарим. Итак, продолжаем. Второе послание к Коринфянам 11.7. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмезно проповедовал вам Евангелие Божие? Полкование. Грешил ли я, говорит, тем, и можете ли вы обвинять меня и гордиться предо мною, чтобы я унизил себя самого, живя милостынею и терпя голод, чтобы возвысить вас, то есть утвердитесь в вере. Ибо они не соблазнялись, что и составляет величайшее их обвинение тем, что не были бы утверждены иначе, если бы он не терпел голод. Поскольку же они клеветали на него, что он в присутствии представляется униженным, а в отсутствии хвалится, то теперь, как бы защищаясь от этого, он поражает их самих, говоря, хотя я был унижен, но для того, чтобы вы возвысились через то, через это. Вопросы. Вот Павел безмездно проповедовал, тоже вспоминается случай из нашей практики. Геннадий Тихонович безмездно проповедует, скольки в университетах, и вот за ним прям по пятам его травят, травят его, вытравили, потом на его место приходят и плату заряжают, а им не выгодно, бесплатно, а они нет, сами ничего не делают, и другим не дают. Взяли ключи уразумения, сами не входят, и другим запрещают. Вот дела показывают, кто прав, кто только притворяется верующим. Ну вот такие люди были тоже в то время. И апостол Павел борется с ними, защищая истину, приходится. Можно было промолчать, ничего, нет, нельзя, надо было и говорить, и писать, иначе бы они бы все подались бы за ними. Добрый Пасхар, полагает душу свою за овец, а он за этих овец бьется насмерть с этими лжеапостолами. Второе, Коринфянам, 11,8. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. и будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал толкования. Хотя он мог бы сказать, я ел от труда рук своих, но делая речь более выразительной, говорит, я получал от других, служа вам. Выражение же причинял издержки, он употребил вместо я лишил и сделал их бедными. А разумеет он, македонян, будучи весьма бедны, они содержали еще и меня, тогда как я был им в тягость, хотя в излишнем не нуждался, но нуждался в необходимом. Я получал содержание, но не от вас. Это доставляет действительно величайшее обвинение. Тем более, что все это для служения вам. Ибо проповедуя вам и делая ваши дела, я питался от других. Тройное обвинение. Первое, что будучи у вас и служа вам, терпя недостаток, не снискал уважения, ибо вы не только не посылали мне чего-нибудь, как делали македоняне, но и в то время, когда я был у вас, не содержали меня. Выражение «никому не докучал» означает «я не был никому в тяге». Этим он показывает, что они помогают нерешительно и слабо. Некоторое же слово «не докучал» принимают вместо «не родил», «не был обеспечен к проповеданию, но сколько требовалось от меня, все сделано для вашего спасения». Я жил в нужде и не просил чего-либо, не ослабел в терпении, приучив себя к нему. Ну, вот такое обвинение, конечно, им. От таких слов многим стало бы стыдно, действительно, он нас учил, посеял нас духовно, великоле то, что пожаловы от нас телесные, а мы, мало того, что его не содержали, за другими подались. Такие, наверное, мысли у некоторых были, и многие устыдились и вернулись, я так думаю. Отстали от этих лжеучений. Вопросы? Вот. А вопрос, почему они так поступали там? Почему сегодня от нас уходят? Какая причина? Что не хватает? Он проповедовал, они понимали, что как бы не он, кем бы они были, кем стали. Все понимали. Однако, они пошли за другими. а те против Павла говорили, травили его получать, так же, как сегодня и на этих кончатах. И многим это, надо сказать, придается, многие уходят от нас. ходят. вот апостол Павел, я хочу сказать, что вот апостол Павел понятно, он прям призывает отдавать жизнь за Христа, чтобы жизнь вся была во Христе, Господи, и постоянно об этом говорит, он сколько повторяет, Христос, Иисус, Христос, Христос, Иисус, постоянно говорит о Господе. Это ладно, тут ясно, так жить, это, ну, на такой напряге, это очень сложно, это понятно любому. Это надо себя всего положить на алтарь Христов. Но вот сейчас Патриарх, он же милый для всех, он прекрасный человек, он все может разрешить, как у великого инквизитора написано. И все-таки люди, когда начинаешь говорить о Патриархе, они все равно плохо о нем отзываются. или вообще его не знают. Ну, там смотрят только проповеди, может быть, и то, не каждый, могу это точно сказать. Вот это вот почему? Вот ответ на вопрос. Здесь не обошлось безбожие, безбезбожие. Причем это и в Америке тоже, все пастыри у них хорошие. Если пастырь там чудеса не делали, то значит, это не пастырь. Ну, будем говорить про секты там и так далее. То есть все люди ищут такого, чтобы это было очень легко. Это был такой простой путь, но не о том, о чем пишет апостол Павел. Ну, такой ремарк. Многие будут искать учителей, которые рестили бы слуху. Людям нравится мирские, с ними говорят по-мирски. А начни на духовную тему, конечно, они а нам зачем это надо ищут. Сереж, прости, я хотел это добавить. Помнишь Петр Гилквист «Возвращение домой» вот эта книга 80-го года, когда две с половиной тысячи сектантов перешло в православие, в антиохийскую церковь, и они собирали, не просто собирали сколько-то людей, а они по 150 тысяч собирали. Да. Так, идем дальше. Второе Коринфянам 11.9 «Ибо недостаток мой, восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Толкование возбуждает в них ревность, чтобы более побудить к милосердию, так, чтобы превзойденные македонцами в доставлении ему содержания не были превзойдены ими и в милостыне. Говоря же недостаток показывает, что он не получил ничего, кроме необходимого, а содержание доставляли ему филиппийцы. Показывает, что они считали тягостью набжать его пищей. Хорошо сказано «постараюсь», чтобы вы не подумали, говорить, что я сказал это, имея в виду получить от вас впоследствии, но и старался и постараюсь не быть вам в тягость. Это для них сильное обличение, хотя он еще не окончательно не надеется на них, но совершенно и не думает получить от них что-нибудь. уже смирился с этим их состоянием неблагодарности, скажем, или как это по-другому назвать. Человек тебя учит, тратит на это силы, время, нервы, по-нашему сказать. Три года я со слезами учил вас, сколько переживаний у него. Это же как мы о пластких детях переживаем, где они, что случилось, там заболели температура. А это духовные, это во много раз больнее, потому что ты понимаешь, что человек идет в погибель, не просто смерть, а вечная погибель, ад, то есть повреждение ума, уклонение в секту, в ереси. Они еще и мало того, что не кормили его, такие переживания доставляли. И тем не менее он с ними нянчится, любит он их, видно, что и пытается вернуть их в церковь божья. Вопросы? на, тихо, он с ним желает исток. Что добавлять-то? Человек, если не услышит, что будешь говорить-то, он, если не испытал, мимо ушей, говорит, пройдет. Я всегда спрашиваю, почему тебя не гонят? Когда я разговариваю с теми, которые говорят о репрессиях, даже с домашними, я спрашиваю, а почему вас не гнали? Вот вопрос-то стоит, остается. Говорит, а почему он уходит? Мы идем, вот тогда пришла одна женщина, Людмила, ну как, молодая совсем, ходила на занятия. Я больше ходить не буду, я говорю, а что случилось? Паститься надо, а я, говорит, совсем не хочу поститься. Я пойду в Покровский собор, там не заставляют ничего. Вот причина-то какая. То есть вседозвольность, врата открыты шире адовых. Кто бы ни был, любого отпоют, в любом лоб помочат, и дальше ничего нет. Три раза в жизни был, чтобы пришел креститься, венчаться и похоронить. Все. Колесное христианство. И апостол Павел-то как раз и говорит. Они легче идут к лжеапостолам. Считаем мы об этом Дионисе Александрийске. В житии его написано, народ был настолько тупой, что православных считали еретиками. А еретиков считали за православных. И сегодня-то речь идет не о том, что давай мы сейчас подадим там или так, да без заявления, да будьте патриархии. Мы не можем изменить мнение людей. Вот архиереи у нас служат, они теперь на него нападают. Почему? Мы совершенно другие. Согласно Евангелия, согласно Слову Божию. И сделать нас одинаковыми с ними, чтобы они не воевали, это невозможно. Вот у нас 15-16 том, о том, как люди обратились. Я обратился и написали 84 человека. Как они уверовали в Бога. Ну и сейчас мы к событиям дня, я добавляю. И получилось семейное отношение. И сегодня пришлось насчитывать, как пришла в общину Марина Дубунова. Как она хорошо пишет. Она писатель настоящий. И она работала тут в Романду, у Никиты. И как там эти были женщины, там девушки, кто-то вместе были. Как они к ней относились, это абсолютно невозможно. Что бы она ни сказала из Евангелия, у них нет, надо главное смиряться, никуда не надо лезть. Она не знает там другая, но она по-славянски, по-церковно-славянски тужится, пытается считать и не понимает. И в конце концов одна за другой увольняются, чтобы Марину не видеть. Ну Марина-то пишет абсолютно правильно. Я знаю, где она работала на втором этаже и какие были там, нельзя сказать. Мы, они понимают, даже стать как они. Только так. Так, то есть забыть Библию, только в крючок согнуться, батюшка благослови, а дальше живи, как хочешь. Ну и, конечно, свечки покупать. Обильно покупать свечи, за все платить. Мы, когда раньше-то думали, приходили в Окровский собор, стояли у дверей, молились и думали, как это вот избыть этой беды-то, этой торговли, вот этого хождения, вот этой нищеты, там пьяницы всем подают. Никак. Только отдельно общему зарегистрировать. И это сколько труда положено. А у них-то ничего нету, главное здание построено, кадила в руки, лишь бы ходила, кадила в руках ходила. Все. И никто ничего не знает. Я делаю печи, их три Наташи, работницы. Я посчитал, у них 75 с лишним лет. На всех стаж. Четверо, кажется, их было. Спрашиваю Покров, что означает? Покровский собор. Ни одна не знает. Вас что, настоятель ни разу не собирал, не беседовал с работниками? Да как он может с нами беседовать? Да он же настоятель. То есть это совершенно, это как он в Индии, пари. С ними нельзя разговаривать. Мы не копаемся в этом. Ну, причина-то вот она у Павла были. Лжа, посыл. Они их принимали, они величались, они Павла унижали. И люди это принимали. Почему он и говорит? Никакого у меня нету, чтобы меньше, что еще у лжа, посылов было. Так где они? Имена-то хоть одного назовите, ни одного нету. И это время-то уходит. И сегодня, когда вот, ну, данный образец был. Вот община. Вот можно без торговли обойтись. Ну, мы можем во всем показать. Можно, чтобы правила не нарушались. Можно, чтобы была дисциплина. Опоздавший отвечал за это. Чтобы каноны включить. Они не то, что как-то, они преследуют нас. Они делают все наоборот, что мы им показываем. Каноны, да это все устарело, Игнатий, да что ты. Ну, это временно все было. Раздеты в брюках, крашены женщины идут. Все это можно. Но у нас-то этого нет. Почему? Мы поставили этого. Нету. И нищеты никакой нету. Кто пришел, мы узнаем. Мы ему поможем. Заведем внутрь. Были, приезжали такие, у которых ничего не было. Мы абсолютно разные, только потому, что Евангелие вошло в нашу жизнь. И поэтому мы исследуем Евангелие. Что вы тут? Блаженый Пепелак, да все это устарело. И он стоит, священник, колобродит. И они любят это, как пророк говорит, любят это. А в конце добавляют, что вы будете делать, то есть когда Бог посетит. И вы в плен пойдете вместе со священниками. И они любят. Слова лже пророку берут. Кто-то написал, кто-то сказал. Я говорю, вы мне один вопрос ответьте. Один. Как канонизировали Серафима Саровска? Это новый Бог для православных. Почему ни один архиерей, а это больше ста человек, не проголосовал за его канонизацию? Ни один. Почему? Это все, что сегодня делается. Все это, что возьмем Константин равноапостольное. Я стал говорить, скажите, а что значит равно? Слово равно, это равно. Высота роста одинаковая. В чем он равен-то? Он какую страну евангелизировал? Никуда. Он проповедовал? Нет. А он не был крещеный до смертного дня. Он язычник был, стопроцентный. Язычник. И уже умирал, и призвал, чтобы его покрестил еретик не в себе. Какой же это равноапостольный, но сделал официально религию, защитил православных. Все. Проведут по любому ранжиру. Всю жизнь некрещеные, крестятся от еретика. Это все скрывалось, а сегодня все это подняли. А я когда раньше и говорил, и слышать не хотели. Совершенно. Мы-то еще не добавляем то, что есть. Они правила все топчут. То есть на соборах присутствовало 1500 епископов. На всех соборах. Я даю статистику до одной буквы. 1500. И они ни во что это ставят сегодня. Вообще. Я говорю, торговля запрещена. Если кто не постится, посты православные. На два года отлучен. До них 90 с лишним процентов не постятся. Великий пост. Первый, последний. А дальше еще не знает. Пиафан Затворник говорит, зачем называешься православным. Если ты ничего не соблюдаешь, ты не православный. И поэтому не выдумывай эти названия для себя. И сказать-то нельзя. И все. Оправдает любое безумие, любое беззаконие. А для этого семинарии и академии нужны. Что я могу ответить? Я этим болею. И пытаюсь что-то сделать. Показать. Ни одного слова нет за нами. За которое они могли бы усыпиться. И сказать. Это не по Библии. Этого не могут сказать. Не могут. А почему? Ну так все принято. Народ и так израненный. Бабушки столько перенесли. Ну как я могу на ее пить имюн накладывать? Этот священник мне тут. Ролик стоит у меня. Года не прошло. Я с ним беседовал. И он кривляется, подхахатывает. Как у нас этот изданный там Саша был. Поэтому говорить-то с ними. Господи помилуй. Я поэтому в разговоре-то с ними стараюсь. Утасы по интернету вообще не разговаривать. Они просто выворачиваются, говорит, до гузна перед тобой. Чтобы тебя захватить и ударить об пол. Они еще не могут сделать. Никуда не годится. Я сколько раз напрашивался. Суд. У вас есть церковный суд. Вызовите меня по книгам по моим. Вызовите. Я напрашиваюсь. Нету. Но я молюсь, прежде чем сказать это. Все. Поэтому меня лучше ты не спрашивай. Я только скажу, что все это, что Павел говорит, по мне проехалось. Оно мне больно. Оно свербит. Стонет. Все. Второе колинфянам 11, 10. Поистине Христово я вам не скажу, что похвала себя не отнимается у меня в странах Ахаи. Не отнимется? Не отнимется. Толкование. Что бы они ни подумали, что постараюсь, он сказал, для того, чтобы более привлечь их к себе, говорит, поистине сущего Христе Иисусе говорю, что не возьму ничего. Но что бы кто ни подумал, что он говорит это под влиянием скорби или гнева, то дело это называет похвалой. Проповедовать Евангелие безвозмездным было для него славой. Потому что он ради Христа готов был переступить пределы, указанные Христом. Выражение «не заградиться» по-русски не отнимется. Есть метафора, заимствованная от текущих рек. Так, когда слава о нем протекла повсюду, он говорит, не заградиться, это доброе и славное течение от того, что с нынешнего времени я стану получать что-нибудь. А выражение в странах Ахаи показывает его негодование. Ибо если это похвала, то ее следовало соблюдать повсюду. Но если ее соблюдают только в означенных странах, то очевидно, что те люди, которым это писано, не обладают здравым умом, как прочие. Вопросы? Второе. Коринфянам 11.11. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но так поступаю, так и буду поступать. Толкование. Намереваясь объяснить причину, по которой он не брал от них, а именно по причине появления лжеапостолов, он этим подрывает подозрения Коринфян. Ты не берешь, как кажется, по ненависти к нам. Поэтому и говорит, я более люблю вас и не хочу оскорблять вас, потому что вы легко соблазняетесь. Но он не говорит так ясно, чтобы не посвидеть их слабости, а обращает свою речь к другой причине. Второе. Послание к Коринфянам 11 глава 12 вести. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Толкование. Здесь совершенно ясно высказывает причину, по которой он не брал. «Поскольку дьявол знал, что люди века сего преимущественно любят тех учителей, которые ничего не берут, то научил лжеапостолов и это истолковать по-своему. Ибо они не поступали в этом случае справедливее, хотя и были богаты. Но уча не брали деньги. Поэтому он не сказал, чтобы в чем поступают справедливее, но чем хвалятся. Что и составляет очевидный признак хвастовства. Итак, апостол, понимая это, положил себе за правило не брать у них ничего, даже и тогда, когда он нуждался в чем-либо, чтобы отразить нападение их и не дать место для порицания себя. Хотя это и не могло быть предметом порицания, потому что согласно с законом Христовым. Но поскольку коринфяне по слабости все-таки соблазнялись, то он и предохранил себя от этого. И, наконец, лжеапостолы, будучи ниже истинных апостолов, во всем другом, и в этом не имели никакого преимущества. Можно сказать, что они уступали бы им и в том случае, если бы не брали, так как они были богаты. А Павел не брал, терпя нужду, и что они несправедливо поступали, а лицемерили апостол же поступал справедливо. Понятно, о чем речь? Нет? Мне все понятно. Если есть вопросы, задавайте. С миром принимай. 2 Коринфянам 11.13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Толкование. Что ты говоришь, проповедующие Христа, не вводящие новое Евангелие, как сказал выше, теперь стали лжеапостолами? Да, говорит, по этому самому, ибо лицемеря в этом они вносят тайно нечестивые догматы. Лукавые же делатели, так как они только кажутся созидающими, а на самом деле исторгают то, что было насаждено, и имея только наружность апостолов, суть поистине волки в овечьей шкуре. 2 Коринфянам 11.14 И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Толкование. Ибо раз учители Сатана решается на все, то нет ничего удивительного, что и они подражают ему. Ангела Света, разумеет, того, который имеет дерзновение, предстоит истинному Свету, возвещаясь, что и Бог Свет есть, а в нем он есть Свет. Дьявол преобразуется в такого Ангела, но не бывает таким. Так и лжиапостолы имеют только вид апостолов, но не самую силу. Научимся же отсюда, что делать что-нибудь на показ из тщеславия свойственно особенно дьяволу. И небольшой комментарий Игнатия Лапкина. Господь называл лицемерами, молящихся на показ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении с его неимоверной пышностью и театральностью. О проповеди на показ Христос не говорил ни разу. Даже более того, апостол радуется и неискренней проповеди. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Итак, довернется проповедь на свое законное первенствующее место и досядет на Моисеевом седалище, где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое корыстолюбие. Вот. Об этом мы и говорили выше. На показ все сделано. На показ и счастливое, чтобы люди думали о них хорошо. А славу от людей ищите, а славу от единого Бога не ищите. Вот в чем беда. И это апостол называет прямо лукавые делатели. Лукавые это понятно. Молитве очень нашим. Каждый раз Господь научает нас. Господи, не веди во искушение, но избавь от лукавого. И вот это беда. Молимся на показ. Проповеди нет. Все это не от Бога. Скотомогильник. 2 Коринфянам 11.15 А потому невеликое дело, если и служители его принимают в вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Полкованием. То есть, как служители Евангелия, содержащего правду, или что они окружают себя самих славой праведных мужей, Но не избегнут совершенно, ибо по делам их будет конец их, то есть дурной. Так что от дел их мы узнаем их, ибо конец их будет соответствием их делам. Вопросы? Да просто все уже отключается. Что Господь избрал, наставил, благословил, и человек должен делать. Благословение и проклятие, все-таки разные вещи. И вот с любым священником поговорите. Скажите, почему вы не крестите людей? Как не крестим? Ну я и спрашиваю, не крестите. Да почему? Слово крещение означает погружение. Почему? А какая разница? То есть он разницы не делает, и его держат здесь. Зачем он нужен-то? Он же обманщик стопроцентный. Фикция одна. Принимает вид ангела света. Ну, крещение, по порядку начнем. Крещение это Божье дело или не Божье? Господне или не Господне? Ну ладно, я делаю дорогу. Еще непонятно, куда эта дорога приведет. Может, налево, направо. Ну, крещение, это явно, что это Божье дело. И как к нему относятся. Обучения ни одной минуты нету. Патриарх дает указание, что надо благовествовать, надо говорить, делать. Нет, конечно. Ну, он что-то выходит, читает. Вот я посмотрел, 25 человек пришли крестить с ребятишками. Крик, рев, а мы все это записали. Ничего никто не знает. Никто. И священника нету. Он выйдет только, когда уже все заплатили. Первый вопрос. Квитки у всех на руках? Это обращение. Это не коростолюбие. Нет. Это жадность бесовская. И что интересно, в молитве Психрема Сирина, Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, а дальше слово «сребролюбие» стояло. И выбросили это слово, чтобы оно не жгло. Если молились, может быть, и не было сребролюбия, такого адского просто. Из рук выхватывают друг другу. И что? Ну, можно крестить или нет? Не будет крестить. Почему? А 48-я глава, 10-й стих, книга Проха Иеремии. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Проклят. Почему Бог говорит, я проклинаю ваше благословение? Мы, когда задумываемся обо всем, ужас охватывает. Я когда материал этот собирал от всех святых отцов о крещении, что человек скрывается под водой, как в могиле, как говорит об этом Кирилл Иерусалимский, какие решения соборов были, патриарх Алексей Второй об этом говорит. Мне казалось, люди сегодня узнают, они по попу этих на клочки разнесут. Не тут-то было. Людям это нравится. Нравится. Потому что, если сказали, надо приходить хотя бы несколько недель, походить, позаниматься, он никогда не придет, человек. Он пойдет в соседний храм, где священник все сделает, как надо. Вот мы находимся в одном городе. Можно даже говорить-то боязно. настоятелем там отец Александр Пивоваров. Приходит мать. Надо отпеть сына. Молодой человек умер. Как умер? Ну, мы сами виноваты. Ушли в церковь, он дома был. Блевотиной задохнулся, никто его не перевернул. Мать-то его переворачивала, а он теперь задохнулся и дышать нечем было. Да как его отпевать? Ну, он мне не против был, когда я ходила в храм. То есть, все достоинство, что он не убивал ее за то, что она ходит в храм. А священник тогда говорит, не знаю. Он говорит, идите к нему. Он на меня послал, а я в храме стою. Идите, он вам расскажет. Ну, еще я расскажу. Я ей рассказал, как надо. Они верующие, ничего нельзя изменить. Участь его окончена. Окончена. Верующий в сына Божий имеет жизнь. Они верующие не увидят-то. Они подошли, ну, батюшка, ну, неужели никак нельзя? Ну, а как? А священник там другой стоит, который вместе, уж скажу, город Болотное, Новосибирской области. И он стоит, тот священник-то, и зовет, вели, и как там к себе? Она подошла, все, матушка, мы сделаем как, не беспокойся. То есть, сделает все. Главное, плоти. Прислали батюшку. Мне рассказывает грузин. А священник этот с нами был знаком. Он хорошо все знает, вроде бы. Если бы он знал, он только слышал. Мы не встречались ни разу. Его прислали, и он отпевать будет только верующих. Пришли. Батюшка, надо отпеть. А он ходил в храм. Да кто ходит-то сейчас, батюшка? Ну, что ты придумываешь-то? Так, он еще говорит, да ты подпевать будешь или не будешь? Ну, я сказал. Так, кижал в бог тебе. Ты сейчас из храма не выйдешь. Скотина такая. Да это же брат наш был. Поп потихоньку-потихоньку вышел. Пока дошел до кладбища, ему в карманы битком натолкали денег. Все. Поп куплен с потрохами вместе. И больше он не вспоминал. Не там, где слышал, ничего нет. Я рассказываю из практики, как это есть. Почему? Стребролюбие, корыстолюбие. Потому что чуждые люди. А что делать? Немедленно удалять его. Да некому. Конечно, некому. 13-летними, говорится, заткнули все. В 17 лет уже игумен. Не ранее 30 лет. Включи это правило апостольское. Шестой Вселенский Собор. Ну и все кончилось. Сегодня на 90% церковь-то пустая будет. Они ни одного правила не любят. И при том, это все до самого верха поражено этой дикой проказой. Православия-то никакого нет. Все понимают, то, что делается, это православие. Я приехал вот, ну, рядом, в Новокузнецкая область. Народу много. Знакомый священник. Он у меня был, в моем доме жил. Комсомолец. В моей печке комсомольский билет сжег. Я его знаю. Хороший батюшка. Просто хороший. Ах, батюшка, вы что будете с этими людьми? Ну, сейчас вот буду я... Вот с нами побыл маленько. Сейчас венчают. Так я с ними поговорил. Они неверующие. Ну, а как же иначе-то? Ну, пришли. Ну, не откажешь же. Все. Я гляжу, он совершенно другой. Он ничего уже не будет делать против. Они сидят, полупьяные там, курят во дворе. Это ничего не значит. Все равно повенчают. Так она у него третья жена. Ну, я что сделаю? Да две-то венчанные были. А что я сделаю? Архиерей сказал, кто приходит, всех надо венчать. Ну, ты-то знаешь, что это именно так. Что можно сделать? Ничего. Только выжигать до дна, как в шейф прожарки. И Бог это будет делать. И главное, сколько было. Уничтожали. Смещенников до тла. Сталин уничтожал. Новое поколение такое же. Новое, как от сырости. Мокрота какая. Сказали бы, ой-ой-ой, раньше нас такие были. Они не делали. Бог их убил. Да разве мы будем это делать? Ничуть не бывало. Все это списано. Бутова забутили полностью священниками. Это ничего не значит. Его еще не поставили. Он уже готов, рука протянута. Вот здесь юридический факультет, Алтайский государственный университет. Задали вопрос. Скажите, вот вы будете юристами. Все, уже пятый курс идет. Вы уже знаете, да. Тебя судьей поставят. Взятки будешь брать? Года. И оказалось, 90% еще не судьи уже заранее знают, будут брать. Правительство дало указ. Большие оклады. Большие. Просто пенсии идет, получать будет 50 тысяч пенсии только. И что? А взятки теперь стали уже полтора миллиона, два миллиона. Это не исправить. Исправляет только Христос. Так и здесь. Это не взятки. Это сим, они берут грех за все. Это деньги за все. Отними сейчас, закрой эту лавочку. Деньги, чтобы они появлялись. Все. Храм на замок. Да кому служат-то? Богу или мамоне? А Господь говорит, не можете служить двум господам. Не можете. Это несовместимо. Это даже никто и не слышит. Здесь не говорить надо, а день и ночь плакать и плакать. Что я на это могу сказать? Потому что я положил тут жизнь всю у них. И ходил со священником, беседовал, говорил. Ведите святую десятину. Выбросьте этого мамону за двери. Да как кто будет платить-то? Да не будет. Сначала нужно членство установить. Люди будут обращаться. У нас вопрос этот не ставится. Деньги нигде не появляются. И никто даже не понимает, как бы он деньги брал, священник-то. Когда мы в уставе записали. Если за нашим священником будет другой, то мы сразу от него освободимся. Но ничего не делается. И при том, что я говорю, это во всех храмах. Почти, почти во всех. 99 и 99 сотых. Из тех, которым лоб мочили, только 0,3 процента. На 300 человек один что-то знает. Уже статистика выведенная. 5 лет исследовали. Я вам говорил. Степенникова Евгения Павловна в АГТУ. 5 лет исследовала. 100 групп. Никто ничего не знает. Поехали. Час прошел. Можете задавать вопросы. Если вопросов нет, то продолжайте. 2 Коринфянам 11.16 Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Толкованием. Ибо хотя он и употреблял уже оговорки, но все-таки говорит. Я не довольствуюсь тем, что сказано, но снова говорю. Не почти кто-нибудь меня неразумным. Ибо просто хвалиться свойственно неразумию. Я же делаю это не как неразумным, но по необходимости. Однако, если вы не соглашаетесь со мной, считаете меня совершенно неразумным, хотя бы я хвалился и по необходимости, я не избегаю этого. Итак, примите меня как безумного, чтобы и мне, то есть как они, похвалиться, но и то сколько-нибудь. 2 Коринфянам 11.17 Сергей, обрати внимание, пожалуйста. Апостол Павел говорит, то примите меня как неразумного. А здесь говорит, примите меня как безумного. Феопилак, то почему говорит другое слово? Последний, примите меня как безумного. Впереди написано, Павел говорит как неразумного, а этот толкует как безумного. Ну, неразумие и безумие, они что, сильно отличаются? Да не отличаются, в чем-то и дело. А неразумный и безумный, по-русски это дурак. Думков, как немцы говорят. Так вот, понимаешь, нет? Тогда меня хоть дурака, хоть как безумного примите. Так что сам себе словарь-то этот раскручивает дальше. Если бы я сказал безумного, откуда взял неразумный? Да тогда дуй то же слово. 2 Коринфянам 11.17 Что скажу? То скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Толкование. Что говорю? Говорит. То не есть в Господе. Это есть, то есть эти слова, цель же этих слов совершенно в Господе. А не сказал в безумии, но как бы в неразумии. Ибо казаться, а не быть на самом деле в безумии, моя похвала. А что бы ты ни подумал, что он везде говорит, как безумный, и не в Господе. Он говорит, что скажу, а не другие мои слова. 2 Коринфянам 11.18 Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. То есть внешними достоинствами, благородным происхождением, тем, что они обрезаны и предки их евреи. Ибо это то, что он называет похвалой не в Господе. Ибо что пользы быть евреем? Итак, я не считаю это задобродетелем. Но поскольку они, говорит, хвалятся этим, то и я вынужден прибегнуть к этому сравнению. 2 Коринфянам 11.19 Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных плотований. Вы, говорит, принуждаете меня сказать это. Ибо если бы и вы не приняли их, и я не увидел бы из всего, что вы впали в заблуждение, то не дошел бы до этого. Безумными же называет тех, которые хвалятся плотским. Ибо если хвалиться духовным, есть признак неразумия, то тем более хвалиться существующим. Слова, люди разумные, кажутся лестными, однако они заключают высшую степень порицания, потому что, обладая знанием, говорит он, вы погрешаете. Ибо если бы вы были неразумными, то были бы достойны снисхождения. То есть, если бы я вам не проповедовал раньше, то я бы, ладно, мог бы простить. Но когда вам все проповедовал Христа, вы приняли крещение, пообещали Богу доброй совести, плевали на сатану трижды, и опять слушаете тех, кто меня поносит. А, эти лжедапостолы, они мукавые, знаете, порожу пастыря и рассеют солнышко. Они давают павлу шпильки всякие ставить. А он не такой, а он грубый, а он вот пишет-то одно, а на деле другое. А он в письмах такой отважный. А приедет-то, ничего он вам не сделает, а чего вы его боитесь-то? Ну и давай, давай, вот он, всякое разное. А те да, 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 да. И пошли, как мыши за этой дудочкой, как в той сказке, как она называется. Второе, Коринфянам 11.20. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Толкование. Смотри, в каком раболепстве и крайнем подчинении лжеапостолам изобличает Коринфян. Видишь ли, что он представляет их обирающими, ибо сие выражение словом, ибо сие выражается словом «объедает». Таким образом, и то, что он сказал выше, они чем хвалятся, сказал хорошо, поскольку притворяют. Не взимающими ничего, они только хвалились, а не были таковыми на самом деле. Далее. Когда кто превозносится. То есть тех, кто подчиняет вас и превозносится над вами. Ибо их господами они были не кроткими, но обременительными и тягостными. Вот высшая степень унижения Коринфян и надменности лжеапостолов. Ибо лжеапостолы обращались с ними, как с рабами. Он говорит это не потому, что их действительно били в лицо, но потому, что они терпели не меньше тех, которые их бьют в лицо. Сказал же это, имея в виду их высокомерие. Ибо что может быть постыднее того, что лжеапостолы, отнимая их свободу, имущество и честь, обращались с ними, как с рабами. Да. Тоталитарная секта дозовывалась с ними в полный контроль от с рабами. И они не замечали этого, что ли, или что это у них было такое. Сегодня посмотришь на этих лжеапостолов, сектантов, они там, пасла сидит, они там что-то, раз так руками, они все падают. Это как будто у них нашествие Духа Святого, или что-то такое. С табелями их там только сзади поднимают. Или артисты это все, или действительно у них такое, какое-то. И видно, что им... Чок-чок. И людям нравится это, смотрят эту церковь, и ничего не понимают. И тогда видно тоже, какие же были. Второе, Коринфянам 11, 21. Стыду говорю, что на это у вас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Толкование. Ради чего, говорит, вы терпите их? Как будто мы слабы и не можем поступать с вами точно так же. Нет. Ибо и мы можем обращаться с вами так же, высокомерно. Но мы вовсе не хотим этого. Таким образом, всю вину дерзости лжеапослов слагает на раболевство Коринфян. Ибо вы, говорит он, вследствие слишком рабского подчинения, служите причиной и их высокомерия, и этих наших слов. Смотри, он опять называет свой поступок дерзновением и неразумием. И только что не говорит, я приступаю к этому по необходимости. И сколько других оговорок представил он прежде этого. Делает же это, научая нас не прибегать без необходимости к таким речам. И так, говорит, а если кто смеет хвалиться чем-либо, смею я. Ибо слово «хвалиться» подразумевается само собой. Затем перечисляет то, чем они хвалятся. Чем же они хвалились? 2 Коринфянам 11.22 «Они евреи, и я, и израилитяне, и я, семя Авраамова, и я, толкование». Поскольку не все евреи были израилитянами, ибо и маевитяне, и аммонитяне выдавали себя израилитян, то, очищая превосходство своего происхождения, прибавляет и следующее, указывая на Исна Ака. 2 Коринфянам 11.23 «Христовые служители в безумии, говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно присмертых». Толкование. «Некоторые говорят, что он не должен был высказывать эти слова в виде сравнения, а должен был прямо сказать, что они не служители Христовы». Отвечаем, что он показал это одним словом, назвав их лжеапостолами. Теперь же, начав речь сравнительную, он представляет наглядное указание на то же самое и дает понять слушателю, что он сам действительно служитель Христовы, а не нет. Посему говорит, что хотя они и служители Христовы, но и в этом я выше их. Опять называет свои слова неразумием по безмерному смирению. Перечисляет отличительные признаки апостолов и, оставив знамение, начинает с искушений. «Я поднимаю, — говорит он, — много трудов, переходя из одного места в другое, уча день и ночь, делая при этом своими руками, и что важнее, претерпевая удары, и при том чрезмерные, и что еще выше, подвергаясь вместе с ударами заключению под стражу». Слова «гораздо более» стоят в сравнительной степени и выражают сравнение с лжеапостолами. Он говорит как бы предположительно. «Положим, что они трудятся, но я тружусь гораздо более». Некоторые, впрочем, утверждают, что слова эти выражают не сравнение, а означают только большое количество и высшую степень. «Не только мнимо умирая, но и подвергаясь опасностям, действительно угрожавшим смертью». «Вопросы?» Ну, вот здесь, на мой взгляд, очень сильный довод против лжеапостола. «Потому что ни один неверующий, лукавый делаватель, не будет себя подвергать смертельной опасности». «Апостол Павел подвергал, и они это прекрасно корректно знали. И это должно их было, конечно, выразумить и остановить. И вот дальше он перечисляет, что это были за опасности. Второе, Коринфянам 11.24. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Толкование. Почему без одного существовал закон, по которому получивший более сорока ударов лишался чести? Почему определенно было давать сорок без одного, то есть тридцать девять? Для того, чтобы если бьющий, увлекшись, дал лишний удар, все-таки дал бы не более сорока. И побиваемый не лишился бы чести, так как и в этом случае он подвергался узаконенному числу ударов». Второе, Коринфянам 11.25. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской». Толкование. «Лука записал нам все, что претерпел Павел. Ибо ты видишь, что многое из перечисленного здесь он опустил, потому что он трудился в написании не для прославления себя. Какое отношение к Евангелию имеет то, что ты потерпел кораблекрушение? Потерпел кораблекрушение, совершая ради Евангелия длинные морские путешествия. Ночью и днем плавал по глубине. «Некоторые, впрочем, говорят, что после опасности в Листре он скрывался в одном колодезе, называемом Вифос, и говорит здесь об этом обстоятельстве». Комментарий Игнатия Лавкина. «Если сегодня кто-то и совершает длинные путешествия ради Евангелия, то только не православные. Православные ездят на экуменические встречи, конгрессы, форумы, и за это получают награды. И во всех этих действиях православных нет ни одного евангельского шага, а лишь дымное надмение мира». Вопросы, пожалуйста. Игнатий Хомич, поделитесь. «Ну, опять же, что я на этого буду сказать? Это надо делать, предпринимать путешествия, трудиться, и тогда все это твое будет. Я вот ставлю вопрос. Вот апостол Павел, когда писал, это было письмо, он согласен был бы или нет, чтобы сделали это известным всему миру. Он пишет, в общем, о тайных делах. Стало известно, у вас есть блудодеяние, которого у язычников не слышно. Ну, говорил-то Каринской церкви. Вот хотел бы он, не хотел, чтобы на все языки мира переводили, и вот сидели где-то там в Потеряевке или где-то, и все это рассуждали и говорили. Люди-то могли сказать, какому позору подверг нас? Целое столетие, может быть, тысячелетие. Будут думать, какие мы жадны. Они уже готовы, отдали, может быть, все. Ну, а дальше-то что? Вы за кем пошли? Вы посмотрите, кто они такие-то, эти пузатые-то? Ну, откуда они взялись-то? Он вам показывал на них. Объедают вас, бьют в лицо, и вы благодарны. Мы не можем это с вами делать. Вот люди говорят, я хочу монашество принять. Мне не раз говорили. Я взял тогда ее от Андрея Кураева. Он говорит, я тебе объясню, если ты не знаешь. Ну, я как не знаю, когда я их издавал, эти все уставы, переводил их на русский язык. И он говорит, имения у тебя никакого не будет. Ты его сдал. Взять назад нельзя никак. И далее говорит, я тебя пошлю на любую самую грязную, сырую работу, и ты не имеешь права отказаться. Я буду тебе давать только то, что посчитаю нужным. Посты соблюдать. И при первой необходимости, когда ты не нужен будешь, а ты мне не нужен, я выгоню тебя. Выгоню, без права жаловаться. Это уже обговорено. Каким быть надо монахом. Вот теперь решай, быть или не быть. А никогда постригает епископ. Вот я один раз видел в Покровском соборе. Он там, близко к алтарю, постригает. А этот, которого постригает, он ползет, ползет по-пластунски. На животе к нему и лежа протягивает ножницы епископу. Постриги меня. А епископ этот берет ножницы, бросает их, а пол-то капельный. Они бренчат эти ножницы и катятся к порогу. Он разворачивается на пузе и ползет за этими ножницами. Я всю эту комедию видел-то. Что, дескать, я тебя не хотел. Но это в уставе записано, каким образом ее будут. Это дедовщина самая настоящая. И опять он ползет до трех раз. И он елозит на животе по полу, а вокруг стоят люди, смотрят. И Андрей Кураев говорит, я тебя выгоню. И после этого теперь ножницы бросай, поползешь ты за ними или нет. Ты с голоду будешь помирать на вокзале, как бомж. И меня никто не будет за это осуждать. Это устав, так разрешает мне делать. Итак, идешь в монашество или нет? Он ставит человека прямо перед лицом этой пропасти. Ведь это надо придумать. Такие уставы, что... Это как второе крещение, они говорят. И принимают чин ангельский, архангельский. Вообще о Христе слова нет. Про Евангелие никто и не помнит. И это евангельское учение. Как оно евангельское, когда народ совершенно против Евангелия? Какое тебе обещание Богу, когда в крещении дается обещание Богу доброй совести? А то любой самый несчастный сектант знает. Православные не знают. Нет. Он принимает теперь, а что, сбежать от дому, бросить жену, утвердить, что бросил детей и не докормил. Потом в церкви приняты каноны, запрещающие это делать. Бросать родителей недокормленных, жену бросать, ребятишек, переодеваться в другую одежду, другого пола. Это все обговорено в канонах. Их все эти каноны забросили, растоптали, сожгли и развеяли пепел. Так о православии, это без канонов его и нету. Православия в Безникео-Цареградского символа веры нету. Это все обман. А почему? Камуфляж. Это все актерство, как Игнатий Бричининов сказал. Ты должен слушать голос Духа Божия. Вот епископ у нас и спрашивает, а что важнее, что собрались епископы каноны написали, или современный, который, епископ говорит, он говорит, конечно, современный. Конечно. А те, кто еще умерли, они с меня ничего не взыщут. А этот может наказать, кляузу написать. Меня могут понизить, как вот этого турнули отсюда, Максима-то, и все. Он ничего не знает больше. И он построил, где в Боровлянке, тут где он строил-то, в Боровомли, где там, дачу тут себе построил-то. Все, бросай, продавай, уезжай. Там дисциплина военная. И вот здесь и говорит, что они претерпели. Где они были? В пустыне, на море. За слово Божие ехали на проповедь, где-то с ними что-то было, не было. У нас были несчастья, когда мы ехали на проповедь, на миссионерство. Почему? Мне все это дорого и близко. Как мы ночевали, как нас задерживали, как нас священники дорогой гнали, особенно в Риме. Среди ночи приехал настоятель, выгнал нас туда, где ни одного туалета нет. Мы не знаем, куда притулиться. Мы это все испытали. Поэтому эти слова Павла, это мои слова. Поэтому они мне так дороги и близки. У кого этого нет, старайтесь как-то войти в это. Войти, ибо Слово Божие живо и действенно. Предпримите какие-то путешествия. Не просто куда-то в крестный ход. Не паломникам, а благовестникам, миссионерам. Что я могу на это сказать? Лучше не спрашивай, а то плакать буду. Помолимся. ПЕСНЯ 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 И просим, ради Господа Искупителя нашего, пострадавшего на Голгофском кресте Иисуса Христа, услыши нашу молитву. Твой труженик, апостол Павел, призывает нас подражать ему, как он подражает тебе. Если будет на то святая воля, ты допустишь нам претерпеть во время благовестия все это. Научи нас, укрепи, принясь радостью. Ибо великие и грозные испытания грядут на всю вселенную. Укрепи народ твой, дабы никто не принял начертания зверя. И ради этой краткой, маленькой жизни не отреклись от тебя. Тебе, Господи, слава за все и за этот вечер. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом. До пятницы. А в пятницу у нас занятия будут, правильно? Будут, конечно. В пятницу будем проводить занятия. Я собрался в храм и петь. Так ты же утром пойдешь в храм. Да, утром. Да, утром. Все, значит, до пятницы. С Богом. С Богом. Продолжение следует...